Приветствуем вас на вебинаре Международного энергетического агентства. Сегодня мы познакомим вас с основами энергетической статистики. Мы рассмотрим некоторые важнейшие элементы энергетической статистики. Их мы считаем основной информацией, необходимой при работе с данными энергетического сектора. Это обширная и сложная тема, поэтому нам пришлось подойти к её освещению избирательно. Наша главная цель на сегодня — пройтись по основам и познакомить вас с важнейшими базовыми аспектами энергетической статистики или освежить их в вашей памяти. На слайде вы видите основные цели, которые мы наметили для этого вебинара. Начнём с краткого введения о важном значении данных об энергии и энергетической статистике, а также качества данных. Затем мы обсудим некоторые из основных вопросов, с которыми вы можете столкнуться, работая с энергетической статистикой. Далее перейдём к основным понятиям и рассмотрим, из каких элементов состоят поставки и потребление энергии. В заключении познакомимся с основными видами пересчёта данных из одних единиц в другие и поговорим о значениях теплотворной способности, а также объясним, как рассчитываются средневзвешенные показатели. И хотя это не бросается в глаза, но глубокое понимание данных об энергии и статистике важно практически для каждого, а также для широкого спектра различных вопросов и тем. Этот факт подтверждает и наша сегодняшняя весьма разнообразная аудитория. На этом слайде мы перечислили некоторые основные категории пользователей данных об энергии, начиная с микроуровня, на котором осуществляется элементарный мониторинг счетов за предоставленные домохозяйством коммунальные услуги, и заканчивая макроуровнем, где энергетическая статистика нужна для эффективной работы директивных органов на местном, национальном и международном уровнях. Мы поговорим об этом макроуровне более подробно буквально через минуту. Между этими двумя категориями, безусловно, есть целый ряд других пользователей, которым надёжные данные нужны для эффективного мониторинга своей работы или для проведения исследований. Например, предприятия, которые отслеживают уровень энергопотерь или своё воздействие на окружающую среду. Учёные и трейдеры на товарно-сырьевых биржах, которые с помощью этих данных изучают тенденции предложения и спроса, пытаясь спрогнозировать цены на нефть. Как уже упоминалось, в основе каждой продуманной энергетической политики лежат соответствующие данные. Именно поэтому они играют очень важную роль на всех этапах. От определения проблемы до реализации и оценки выработанных мер. Безнадёжных данных об энергии не будет подкреплённых фактами доводов, что усложнит задачу по определению круга проблем. Данные могут помочь определить цели и задачи, что, в свою очередь, существенно повысит вероятность включения того или иного вопроса в повестку дня. Помимо этого, при определении целей новой стратегии, данные нужны, чтобы предварительно проанализировать, какие именно меры могут сработать в той или иной юрисдикции или стране. Доступ к надёжным данным об энергии очень важен, если мы хотим избежать провала политики. Отсутствие такой информации может чрезвычайно усложнить процесс разработки политики и в результате привести к принятию необоснованных решений. Согласованные и надёжные данные также нужны на этапе реализации политики. Они могут помочь нам определить показатели эффективности, наладить надлежащий процесс мониторинга и осуществить оценку реализованных мер. Полученные в процессе мониторинга данные могут пригодиться для отстаивания тех или иных мер, поскольку благодаря им станет видно, приближаемся ли мы к намеченным целям и насколько эффективно работает проект. А это, в свою очередь, может послужить ориентиром в разработке новых, своевременных и актуальных элементов политики. Хорошим примером, который иллюстрирует, как это работает, является политика в области энергоэффективности. Наличие надёжных, своевременных и подробных сведений о конечном потреблении энергии, о рынках, технологиях и возможностях повышения энергоэффективности во всех секторах способствует разработке действенных стратегий и политических мер. Что такое качественные данные? Несмотря на кажущуюся простоту этого вопроса, будет не лишним вспомнить, какие данные можно назвать качественными. Во-первых, административным органам, о которых мы только что говорили, нужна актуальная для них информация. Данные должны относиться именно к той сфере, которая их интересует. Если они изучают вопрос глобального потепления, им нужны данные о сжигании всех видов топлива. Во-вторых, данные должны быть надёжными. Они должны указывать правильные значения и отражать изменения от года к году. Третий критерий. Данные должны быть опубликованы в течение разумного срока после истечения базисного периода. Немного позже мы будем говорить о стороне поставок и стороне потребления на энергетическом рынке. Данные о поставках обычно публикуют раньше, чем данные о потреблении. Вы увидите, что на стороне поставок задействовано меньше субъектов, а также что она более урегулирована по сравнению со стороной потребления. И, наконец, что немаловажно, сбор данных не должен быть излишне дорогостоящим. Это важно как для тех, кто собирает данные, например, для статистических управлений или соответствующих органов энергетической сферы, так и для бизнеса, который обязан отчитываться о своих объёмах производства или потреблении энергии. При этом бизнес не следует обременять излишней отчётностью. Несколько международных организаций проделали большую работу, чтобы объяснить, что именно делает статистические данные качественными. Организация Объединённых Наций разработала ряд основополагающих принципов официальной статистики, с которыми вы можете ознакомиться по указанной на слайде ссылке. Доработав и дополнив это руководство, Статистическая служба Европейского Союза, Евростат, опубликовала 15 принципов качественных данных. Для каждого принципа есть несколько показателей, при помощи которых можно определить достижение той или иной страны. Возьмём для примера принцип 11, посвящённый актуальности. Чтобы понять, удовлетворяет ли статистика потребностям пользователей, должны быть налажены процессы совещания с ними. Приоритетное внимание должно уделяться удовлетворению потребностей пользователей. Наконец, следует осуществлять регулярный мониторинг удовлетворённости пользователей при помощи тематических опросов. Что же вы можете сделать для того, чтобы улучшить качество данных? Как пользователь или составитель статистики, вы можете сделать несколько простых вещей. Вам нужно понимать первичные данные. Как они собираются? Они выборочные или охватывают всю совокупность? Их собирают в обязательном порядке или по желанию? Является ли это официальной статистикой? Для понимания данных важно, чтобы вы могли объяснить временные тенденции. Независимо от того, как осуществляется сбор данных, вам будет полезно знать, к кому вы можете обратиться с техническими вопросами. У нас действительно есть некоторые трудности в энергетической статистике. Одна из самых серьёзных из них, которая в настоящее время имеет место в Европе, Северной и Южной Америке, Африке и Азии – это либерализация энергетических рынков. В старые добрые времена был один поставщик и один распределитель электроэнергии. А сегодня на рынке сотни участников. Сложно собрать информацию от каждого участника рынка. Все они конкурируют между собой и поэтому не хотят раскрывать свои данные, особенно те, которые считают конфиденциальными. Эти трудности приходится преодолевать работникам статистических управлений, которым при этом поручают всё больше и больше работы. Им нужно собирать данные о возобновляемых источниках энергии, об энергоэффективности, окружающей среде и в целом осуществлять мониторинг политических мер, которые приобретают всё большее значение. Наряду с этим у статистических служб ограниченные ресурсы, и они часто сталкиваются с высокой текучестью кадров. Международное энергетическое агентство старается облегчить работу людям, занимающимся сбором данных в разных странах мира. Мы опубликовали руководство по энергетической статистике и перевели его на 10 языков. Оно широко используется по всему миру. Это хорошее введение в тему энергетической статистики и хороший инструмент, который полезно иметь под рукой, если вам нужно найти какую-либо информацию. Руководство доступно в печатном варианте, а также в формате PDF. Мы также выпустили справочное пособие, показатели энергоэффективности, основы статистики, которое помимо английского переведено на 4 языка. Мы с вами обсудили важное значение данных об энергии, и теперь, как уже упоминалось, перейдем к рассмотрению некоторых базовых понятий. Мы рассмотрим основные элементы поставок и потребления, основные виды пересчета данных из одних единиц в другие, а затем перейдем к теплотворной способности и средневзвешенным значениям. Для начала очень кратко очертим различия между первичными и вторичными энергетическими продуктами. Энергетические продукты, которые добывают или получают непосредственно из природных ресурсов, называют первичными. В качестве примеров можно назвать сырую нефть, каменный уголь и природный газ. Физические и химические свойства энергии не меняются. Энергетические продукты, вырабатываемые из первичных, при помощи так называемого процесса преобразования, называются вторичными. Например, это могут быть нефтепродукты, производимые из сырой нефти, или доменный кокс, получаемый из коксующегося угля. Важной отличительной характеристикой вторичных энергетических продуктов является процесс преобразования, который представляет собой трансформацию одной формы энергии в другую. Энергию ископаемого топлива, солнечного излучения или ядерного топлива, которое является первичной, можно преобразовать в другие формы. Например, в электрическую или тепловую энергию, которые для нас более полезны. Какая-либо энергия, которую человек подверг искусственному преобразованию, является вторичной. Эту информацию важно иметь в виду, рассматривая этот слайд, на котором изображены основные энергетические товаропотоки со стороны поставок и со стороны потребления. Change slide. Данные об энергетических продуктах чаще всего, пожалуй, представляют форме баланса между источниками поставок и их использованием, то есть стороной потребления. Основное понятие здесь – сводный баланс, в котором мы рассчитываем разницу между входящими и исходящими потоками. Расхождение между двумя суммами может указывать на существование дисбаланса. Выраженная в единицах энергии такая разница называется статистическим расхождением. Если баланс сводится в ноль, могут возникнуть подозрения в неточности данных. Редко бывает так, чтобы баланс сходился безупречно. Поэтому нормальная считается разница в пределах 5% в какую-либо сторону. То есть больше или меньше конечного значения. Если же расхождение превышает 5%, необходимо еще раз проверить статистические данные из-за слишком большой несогласованности. Таким образом, допуск очень небольшой. Как вы видите, на стороне поставок действует намного меньше субъектов, чем на стороне потребления. Поэтому точность данных на стороне поставок может быть выше. Еще один важный аспект. Чтобы вести деятельность на стороне поставок, обычно требуется лицензия, в то время как на стороне потребителей ограничений очень мало или их нет совсем. Следовательно, действовать на этой стороне может кто угодно, что отрицательно сказывается на точности мониторинга. Давайте остановимся на некоторых элементах подробнее. Начнем с производства. В редких случаях к нему прибавляются поставки из других источников. Многие страны не имеют собственной добычи, скажем, природного газа и целиком зависят от его импорта. В то же время в других странах наблюдается избыток производства природного газа и их экономики в значительной степени полагаются на экспорт. Как, например, Норвегия или Катар. Обратите внимание, что стрелки возле изменений запасов указывают в обе стороны. Изменение запасов выражается в разнице между начальным уровнем запасов в первый день года и конечным уровнем запасов в последний день года и касается запасов, которые содержатся на территории страны производителями, импортерами, предприятиями сектора преобразования и крупными потребителями. В контексте энергетической статистики накопление запасов указывается как отрицательное значение, а расходование запасов как положительное. Эти данные отражают количество энергии, которое доступно в стране для потребления в течение базисного периода. Когда запасы накапливаются, меньше энергии остается для потребления. Что касается международной морской или авиационной бункировки. Эти данные важны, поскольку значения здесь могут быть довольно большими, и эти сведения касаются международного потребления. Эти статистические данные не учитываются в количестве национальных выбросов СО2. Перейдем к стороне потребления. Здесь мы учитываем преобразование первичных продуктов во вторичные, например, производство электроэнергии или нефтепереработку. К указанному здесь энергетическому сектору относятся энергетические продукты, используемые для поддержания деятельности по добыче топлива, его преобразования или работы электростанций. Эти объемы не включаются в процесс преобразования. Потери. Помимо очевидных случаев, здесь также следует учитывать хищение, поскольку в некоторых странах они представляют серьезную проблему. Общее конечное потребление энергии отражает, где именно энергия потребляется конечными потребителями. Этот момент возвращает нас к микроуровню пользователей, о котором мы упоминали в начале вебинара. К ним могут относиться секторы промышленности, транспорта, жилищный и коммерческий, а также неэнергетическое использование. Здесь показан баланс природного газа Франции. Вы можете видеть категории, которые мы рассмотрели на предыдущем слайде. Как видите, Франция добывает очень мало природного газа и в значительной степени зависит от импорта из других стран. А если взглянуть на сторону потребления, мы увидим, что природный газ используется главным образом категории прочие секторы, к которым относится преимущественно бытовое потребление. В энергетической статистике можно столкнуться с большим многообразием единиц измерения, особенно принимая во внимание тот факт, что многие из вас работают в разных странах, где используются разные единицы. Проводить пересчет в пределах одной физической величины, например, тысяч тонн в килограммы, литров в барреле, или гигаватт-час в тысячи тонн нефтяного эквивалента, легко, поскольку у нас всегда есть соответствующая константа. Несколько примеров. Для массы. Одна килотонна равна одной тысяче тонн. Одна тонна равна одной тысяче килограммов. Для объема. Один баррель равен приблизительно 159 литрам. Для энергии. Один гигаватт-час равен 3,6 тераджоулей. Внизу слайда приведена ссылка на конвертер МЭА, который поможет вам без проблем работать с разными единицами измерения. Рассмотрим простой пример пересчета из одной единицы в другую. Итак, как перевести пять тысяч тонн нефтяного эквивалента в гигаватт-час? Один гигаватт-час равен трем целым шестидесятым тераджоулей. Одна тысяча тонн нефтяного эквивалента равна 41,868 тераджоулей. Следовательно, пять тысяч тонн нефтяного эквивалента умножаем на 41,868 тераджоуля, разделенных на одну тысячу тонн нефтяного эквивалента, равно 209,34 тераджоуля. 209,34 тераджоуля делим на 3,6 тераджоуля, поделенных на гигаватт-час, равно 58,15 гигаватт-часов. Давайте решим небольшую задачу. Представьте, что вы оказались на пустынном острове в Полярном море и можете взять с собой одну тонну топлива. Какое топливо вы бы выбрали? Вы можете взять с собой на выбор тонну угля, тонну дизельного топлива или тонну дров. Я дам вам несколько секунд подумать. Если вы хотите как можно дольше оставаться в тепле, возьмите дизельное топливо. Чтобы получить эквивалент одной тонны дизельного топлива, вам понадобится 1600 кг угля, а дров вам понадобилось бы в три раза больше в зависимости от вида древесины и того, насколько она сухая. Урок, который следует извлечь из этого примера, заключается в том, что нет особого смысла сравнивать массу, если виды топлива существенно отличаются по характеристикам. Таким образом мы подошли к пересчету в единицы энергии при помощи значений теплотворной способности. Большинство данных собирается в физических единицах. Импортировано столько-то тонн угля. Продано столько-то литров бензина. Столько-то кубических метров газа. Но, как мы только что видели в нашей задаче, сравнивать значение массы и объема трудно из-за разного энергосодержания видов топлива. Допустим, вам нужно узнать, сколько понадобится кубических метров природного газа, чтобы заместить импорт угля. Для этого пересчитайте все данные в единицах массы и объема в единицы энергии. Существует много единиц измерения энергии. Джоуль. Киловатт-час. Британская тепловая единица. Угольный эквивалент. В Международном энергетическом агентстве мы используем нефтяные эквиваленты. МЭА было создано сразу после первого нефтяного кризиса в начале 70-х годов и развивалась в условиях, когда нефть была самым важным видом топлива. Поэтому мы и переводим все продукты в нефтяной эквивалент. Ранее мы говорили о том, как делать пересчет в пределах одной физической величины. Например, из одних единиц массы в другие единицы массы. Или из одних единиц объема в другие единицы объема. Скажем, из галлонов в литры. Перевести единицы массы или другие физические единицы в единицы энергии сложнее. Не существует единого постоянного коэффициента пересчета, поскольку здесь играют роль вид продукта и его качество. Такой коэффициент пересчета называется теплотворной способностью – ТС и представляет собой количество тепла, получаемого при сжигании топлива. У разных продуктов разная ТС. И даже для одного вида продукта ТС может существенно отличаться в пределах определенного диапазона. Эти значения необходимы для составления качественной энергетической статистики. Например, в 2014 году мы использовали 1000 килотонн прочих витаминозных углей со средней теплотворной способностью 22000 килоджоулей на килограмм. При сборе данных об энергии очень важно иметь проверенные значения теплотворных способностей. Также следует знать, что мы имеем дело с двумя видами теплотворной способности – высший – ВТС и низший – НТС. ВТС всегда выше НТС, а разница между ними объясняется водяным паром, который выделяется из содержащейся в топливе влаги при сгорании. Мы можем с достаточной точностью вычислить одно значение из другого при помощи показанных на слайде коэффициентов. Прочитайте примеры. Когда предоставляется значение теплотворной способности, важно уточнять, какое из значений имеется в виду – ВТС или НТС. Затем мы можем легко из имеющегося значения вычислить второе. Проговорите описанный на слайде пример. В большинстве случаев в стране есть больше одной угольной шахты, больше одного торгового потока и больше одного участника в каждом подсекторе промышленности. Поэтому, когда нам нужно агрегировать, скажем, объемы добычи угля на разных шахтах, чтобы указать их как цифру местного производства, нам также необходимо указывать теплотворную способность для этого угля. Это значение должно свидетельствовать об общем качестве топлива. Давайте рассмотрим несколько примеров. Первый пример. Здесь низшую теплотворную способность вычислить довольно легко, и мы просто выводим среднее значение из двух показателей. Но что делать, если объемы добычи на двух шахтах разные? Например, шахта А произвела 400 тысяч тонн угля, а не 100 тысяч тонн, как было в первом примере. Тогда вам придется рассчитать средневзвешенное значение. Как видно, основная часть угля добывается на шахте, которая производит продукцию более высокого качества. Это должно быть отражено в среднем значении НТС. Для этого мы применяем указанную формулу и получаем взвешенное значение, которое зависит от объемов производства на шахте А и шахте Б. В нашем примере мы получим следующее. Проговорите описанный на слайде пример. В результате мы получаем НТС, которая равна 24 000 кДж на килограмм. Если у вас более двух шахт, вы можете использовать эту общую формулу, добавляя в нее все значения теплотворной способности и объемы производства разных шахт, как это показано в формуле. Слайд 23. Спасибо за внимание. Если вы хотите больше узнать об энергетической статистике МЭА, у нас есть много полезных ресурсов. Наше руководство по энергетической статистике, которое доступно на 10 языках, можно бесплатно скачать с сайта МЭА. Также приглашаем вас посетить веб-сайт статистики МЭА, где можно найти множество ресурсов, в том числе вопросники, глоссарий и документацию, касающиеся наших методик сбора данных. Также вы можете ознакомиться с публикацией ООН «Международные рекомендации по энергетической статистике», в которой содержится методологическая база для нашей работы в сфере энергетической статистики. Продолжение следует...